Привет, друзья! Меня зовут Саша Жучкин. И как вы поняли из названия, сегодня я побываю в гостях у людей, которым в свое время я как-то помог и прокачал их жизнь. И первый человек, у которого я сегодня буду в гостях, это будет Санек из Яндекс.Доставки. С ним я не виделся уже около месяца, и мне прям очень интересно узнать, как же у него дела. Ну а пока я к нему иду в гости, друзья, я хочу вам напомнить, что если вы хотите меня поддержать, то можете сделать это очень просто. Достаточно всего лишь подписаться на канал и поставить лайк. Это будет прям самая мощная поддержка от вас, которая только есть. Салют, Санек. Привет. Ну что, как дела? Давай. Нормально. Ну, сходи в рот. Расскажи, как ты живешь, вообще, что с тобой за это время произошло. Внешние изменения. Я вижу, у тебя уже другая прическа, и ты вообще прям внешне поменялся кардинально практически. Вот сколько мы с тобой не виделись там. Прошли месяц. Месяц? Ну, за этот месяц что произошло? Не знаю, может быть, тебе предложили какую-то новую работу или тебе там... Предлагали, но так и не получилось. А что предлагали? Пиньеты. Быть доставщиком пиньет. Ага. И еще куда-то в какую-то даль уехать. Принт на одежду делать. Ага. Это тебе предлагали, типа, люди, которые видели твой выпуск с тобой или как? Ну да, так. Вот предлагали, писали в ВК. Угу. Ну, из-за того, что далеко неудобно, получи, не получится ничего. Видос с тобой набрал там больше миллиона просмотров, поэтому я думаю, что ребятам интересно посмотреть, как ты вообще живешь в принципе. Я умею вязать. Я уже из-за работы не трогал крючок уже почти год. У меня куча работ. Угу. Обычная игрушка. А вещи ты шьешь? У меня есть кегуроми с кривым капюшоном. Ты показывай. Ну, прикольно. Сколько у тебя ушло времени, чтобы его сшить? Эта штука должна быть спереди, наверное. Почему? Это же хвост. Ну да. Кегуроми же это костюм такой. Это сколько у тебя ушло времени на это? Три дня, наверное. Нет, не три дня, а так чисто по три занятия. Где-то шесть часов. Примизительно. Может и быстрее. Угу. Это выкройка, это построение, моделирование, декорирование и все такое. Вот планшет. Угу. Ну, так как... Это двоя коллекция чехлов на планшет? Да. Понял. В итоге это просто флаг России, он уже старенький. Угу. Не влезает, потому что тот был поменьше чуть-чуть. Угу. В итоге потом начал вот так влезать. Потом вот такой вызов. Это офигенно по качеству, то есть он прямо такой супер плотный. Угу. Вот такое. Нет, они все влезают. Угу. Сколько у тебя уходит времени, чтобы один чехол сделать? Наверное, целый день. Ну, это быстро. Это очень быстро. Короче, вот эта матрица 0111. Ну, круто, кстати, очень. Вот это прямо офигенно, слушай. Ну, это первое, которое выглядит... Так, и вот, можно сказать, почти... Угу, это очень классно. Это чеширский код. Ага. Офигенно. А что это за медали? А, где-то пять лет назад я занимался большим теннисом. Угу. И первый раз я занял второе место, потом никакое, потом первое. Ну, из-за того, что у нас все поменялось, я теперь этим особо не занимаюсь, хотя бы занимался. А одна медаль, это вот Царское село. Ну, я там выступал вместе с другими ребятами. А что-то там пел или что? Ну, выступал, да. А, понятно. Угу. Вот, даже вот кубок. О, круто. Видел вообще, сколько видосов с тобой набрал? Миллион, наверное. Ну, да, чуть больше миллиона. Как-то тебя узнают вообще, нет? Иногда. Чего говорят? Приятно познакомиться. Тебе больше узнают доставщики или просто там? Доставщикам. Когда планируешь уходить с Яндекс.ЕД? По идее, я хотел уйти еще этим летом, но так как я еще работу не нашел. Угу. А я без понятия, как искать, потому что надо, чтобы все соответствовало. А я думаю, что мы попросим у зрителей, вдруг кто-нибудь смотрит, какой-нибудь, знаешь, там, человек, которому нужен хороший работник. Друзья, если вы нуждаетесь в хорошем работнике, Санек, это тот человек, который может вам пригодиться. Поэтому, друзья, ссылочку на его ВКонтакте я оставлю в описании. Переходите, пишите ему и предлагайте свои варианты работы. Если бы ты знал, что ты добьешься успеха в определенной сфере, вот 100% ты знаешь, что ты добьешься успеха, что это была бы за сфера и профессия? Ну, давай пофантазируем. Можно было бы стать дизайнером. Угу. Расскажи, пожалуйста, кто это вот это вот? Это моя любовь. Как зовут? Ева. У нее есть ВК-альбом. ВК-альбом? Да, она у меня фотомодель, она же очень красивая. Я подобрал под мостом 4 года назад. Кстати, в августе, по идее, должно исполниться опять. Она была таким маленьким котенком. Прикольно. Там есть одна моя любимая работа. Угу. Которая бы хотел бы увидеть весь мир. Нет, не втого. Не втого. Эта работа недостойна. Это называется «Рущая мамочка». Как королевышина... А что это? Ты кого-то рисовал или срисовывал? Что это? Мама. Да. Хе-хе-хе. Тебе за экскурсию. Я тебе желаю знать, что поскорее поменять свою работу. Потому что надо меняться. И я надеюсь, что кто-нибудь, кто посмотрит это видео, может быть, тебе поможет каким-то образом. Предложите хорошую работу. Поэтому тебе самого всего лучшего. Санек, не расстраивайся, не отчаивайся. Помни, что у тебя всегда есть я. Поэтому давай. Пока-пока. Так, ну что, вот я приехал. Вот этот дом. Сейчас пойду к Олегу и посмотрю, как же он живет. Саня. Салют. Привет. Приветики, пистолетики. Ребята, привет. Ты уже снимаешь? Пустишь? Конечно, заходи. Здорово. Здорово. Не раздувайся. Не раздувайся, Саня. Так, в смысле? Там у меня все равно грязно. Окей, ничего страшного. Давай, знаешь, что начнем? Рум-тур. Прямо вот так сходу тебе показывай, как живешь. Обувайся. Расскажи пока, как дела? Все отлично. Все просто сногсшибательно. У меня голова идет кругом. Ага. Все. У меня даже время замедлилось. То есть, получается так. Прошла где-то неделя, а я всего столько много сделал, что я сам от себя такого не ожидал. Это очень круто. Коммуналка получается, общая кухня. Ну, здесь готовлю, здесь варится. Тут тебе богатый же ванши. Это холодильник. Здесь таланет, тушевая. Ага. Здесь стиралка. Это типа сантехническая, да? Да, здесь умывалка, стиралка. Ага. Там соседи живут. Интересная дверь. Моя берлога. Такая. Ага. А почему все в полиэтилене? Я, короче, решил содрать с потолка вот эту, как она, плитка. Ага. Это пенопластовская, да? Да, пенопласт. Ну, и стены тоже ободрал, все. Пол буду менять. Это все началось, знаешь, Сань, после чего? После чего? Я когда пришел с барбершопом, у меня голова вообще, знаешь, такая была. Блин, думаю, е-мое, вообще. Я как будто поменялся, я как будто стал другим человеком, знаешь. Вот хотелось вот изменить, знаешь, как будто вот содрать старую кожу. Да, круто, круто. Да, и я смотрю на эти стены, на этот потолок, думаю, нет, надо, короче, менять, вот, ну, все меняется. Сколько ты живешь здесь? Ну, года четыре или пять, наверное, четыре, я сейчас не могу. Чего, как с соседями вообще? Весело. Конфликты были как-то. Ну, просто бухой мужик был. Начал на соседей наезжать, и мы вот с соседом, с Максом там вступились, Макс чуть палец не откусил. Клопы бывает, убегая, там тоже приводится это доставать, это вызывать, чтобы травили. Ну, понятно. Почему ты захотел вообще уйти из деливери? Ну, я всегда относился к этой работе как временной, поэтому, наверное, мне все-таки необходим был период в жизни, чтобы там поработать, чтобы ощутить вот это вот, у каждого человека есть ощущение, что у него есть какая-то цель в жизни, и, ну, есть у него какая-то миссия. Мы как по ступеням передвигаемся выше к своей цели, и работа в деливери – это как одна из ступеней. С другой стороны, не работая бы я там, я бы тебя не встретил. И, возможно, также до сих пор бы не сидел здесь и тебе интервью давал, а просто лежал бы здесь. Жизнь меняется, жизнь меняется в лучшую сторону. Я позвонил начальнику и сказал, что я увольняюсь. Круто. Я принял решение, то есть уволиться, там, не задумываясь, потому что, ну, если выпадает, ребята, возможность, просто надо цепляться, надо менять. Вот появилась возможность изменить свою жизнь, не задумываясь, делайте это. Сосед уехал в отпуск, попросил покормить кота. Я вот захожу, кормлю его. Кот, кот, привет! Ой, незнакомый человек с какой-то странной штукой. Очень ласковый. Блин, действительно испугался. То есть он тебя не знает. Меня очень он любит, гладится. Котик, его, кстати, зовут Кот. То есть его имя Кот, да, Кот или Котя. Его сосед подобрал маленьким котенком на обочине. Он был такой маленький. Вот, а сейчас вот вырос, такой пушистый стал. Его пушком надо было назвать. Ты себе не хочешь завести кота или собаку? Слушай, на самом деле я просто боюсь утраты кота, потому что последний кот, я переживала об его утрате. И считаю, что нет, я больше не могу. Что-нибудь мама тебе говорила по поводу видео? Она видела видос? Нет, она не видела. Она не знает вообще про это все? Вообще знает. Я ей позвонил, предупредил, что мама там, ну не беспокойся. Говорю, мам, там, ну если что, там, в кино покажет. Но она не понимает, да, наверное? Да, ну так, она, наверное, думает. Может, это какое-то шоу, что-то типа этого. Какой у тебя дальше план? Чем думаешь заниматься? Учиться на Барбера и параллельно снимать влоги, потому что ребята пишут, интересуются, как у меня. На самом деле мне не хватает возможности отвечать. Мне проще снять видео, чтобы ребята посмотрели, увидели, но у них не осталось вопросов. Возможно, дальше в дальнейшем еще как-то стримы вести на игровую тематику. Поэтому, друзья, если вам интересна жизнь Олега, обязательно переходите по ссылке в описании, там будет его канал. Подписывайтесь, в общем, поддерживайте Олега и смотрите, как он меняется дальше. Ну что, друзья, давайте, короче, я просто хочу поделиться с вами своими впечатлениями, своими эмоциями по поводу Олега и по поводу Санька. По поводу Олега, мне кажется, что, блин, он красавчик, потому что он уцепился за эту возможность. Вы просто многое не видите, то, что вижу я. Я с ним нахожусь рядом, и я ощущаю прямо это. Я вижу, что он реально поменялся. То есть, во-первых, уволился с работы. Во-вторых, он думает о том, как он дальше будет жить, потому что совсем недавно он думал, как умереть. Поэтому здесь, конечно, когда я это вижу, я прям получаю дикий кайф. По поводу Санька, молодой парень, красавчик, тоже как бы понимаю его, что он не может сейчас уйти с работы. Не знаю, может побаивается, может еще что-то, но он в целом тоже поменялся. То есть, опять же, я с ним общался до, и общался вот спустя это время, и он тоже поменялся. Ему я тоже желаю всего самого хорошего, и я думаю, через пару годиков он чего-то добьется большего. Интересно за ним будет потом понаблюдать. Хотите поддержать меня? Подпишитесь, поставьте лайк. Поэтому не забывайте, кстати, что ваши мечты вы можете писать в комментариях, потому что я стараюсь читать все комментарии, и, возможно, именно вашу мечту я исполню в следующем выпуске. С вами был Александр Жучкин. Давайте, ребят, до скорых встреч. И да, друзья, прошлое видео набрало 20 тысяч лайков, поэтому я прямо сейчас, как и обещал, иду коротко стричься. Погнали. Жизнь на прокачку 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok